Всем привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я буду обрабатывать вот такую фотографию с камнями в программе Darktable. Итак, для начала разверну фотографию, потому что завален горизонт, как видно. Вращаю по часовой стрелке. Немного подрежу. Хорошо. Следующий шаг. Вытащу чуть-чуть тени и светлые участки. Для этого есть специальный модуль, так и называется Shadows and Highlights. Включаю модуль. Вуаля! Автоматом неплохо так срабатывает. Так, дальше. Пена. Плосковатая пена. Я ее буду немножко придавать ей объем. В общем. Так. Для этого буду применять кривую, но с включенной параметрической маской. Включаем маску. Включаем, чтобы было видно, что выделяется. И выделяем по тону светлые участки. Ну то есть пена белая, она довольно просто выделяется. Так. Еще раз блурю маску. Более мягкую сделаю. Так. Хорошо. Выключаю видимость маски. Беру пипетку. Смотрю, где самые светлые участки на кривой. Ну и темные, соответственно. Ага. Ну и темные делают темнее. Светлые, светлее. Ну так. Немного. Но тем не менее. Появляется объем. Можно посмотреть. Без кривых. С кривыми. Хорошо. Так. Следующий шаг. Я думаю немного выделить. Вот тут самый интересный момент в кадре. Это как раз пена и вот камни вот эти. Для этого я море, которое за камнями сделаю потемнее, чтобы сакцентировать именно вот здесь внимание. Так. Градиентный фильтр. Включаю. Ставлю его вот так вот по диагонали. Ну и добавлю еще плотности. Ну примерно так. Можно еще добавить локальный контраст. Изображение контрастнее стало. Более такое яркое становится. Ну что ж. Теперь сравню фотографию до обработки. И после обработки. Как-то так. Всем спасибо за внимание. До свидания.